Короткий вопрос. Вам наводку, даем наводку. Коллега, знакомая Антона из Уфы, город Уфа, унес с собой, значит, сказать, бюллетень. Бюллетень, да. И его везде сфотографировал и везде выложил. Это же не нелегальное событие, если он унес? Это не криминальное? Ну, это не криминальное, но это, в принципе... Да, он унес для примера. Он унес для примера. И сейчас он обращает внимание на то, что на этом конкретном участке все бюллетени на месте. То есть, за место того, который унес, где-то кто-то... Ну, у меня конкретную ситуацию, вот дайте мне конкретно. Да, у меня есть все документы, все фотографии, я сейчас распечатаю. Потому что с этим надо разбираться. Да, давайте. Там два случая. Первый, это вот один вынес бюллетень, а второй коллега, он испортил бюллетень и точно специально тоже. Значит, смотрите, я сейчас скажу. Все, спасибо, готовьте. Нет, я могу рассказать. Когда человек, вот, бывает, что он нечаянно испортил бюллетень. Да. Процедура какая? Она предусмотрела, он подходит к члену комиссии и говорит, ой, смотрите, вот я испортил бюллетень. Случайно, ну, маханологи-то, да. И тогда, да, его предупреждают об ответственности по закону, что, ну, недопустимо какие-то там, скажем, злоупотребления. Ему под роспись, этот бюллетень испорченный, забирают, дают ему новый, да. Вот такая процедура предусмотрена. Если человек просто взял бюллетень и ушел с ним, это нехорошо, но это, он мог это сделать, это его... Ну, сейчас наш коллега даст вам участок номера, сейчас даст, 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 даст. Нет, я понимаю, что это какая-то микроскопическая обложка, но тем не менее, тем не менее. Нет, 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 нету бложек, нету мелочей. Я специально просила, мы благодарим всех, мы даже награждать будем активных граждан, которые помогли нам выявить... Ой, денег дайте. Тель, денег у меня нет. Нет, слушайте, дайте мне за выявленное нарушение 3000 рублей, и я пойду за 50 долларов, я вам столько устрою. Нет, слушайте, Сергей, мне не нужны продажные наблюдатели, мне нужны люди, у которых совесть есть, которые хотят, чтобы в стране было достойно. Да, но я...